Служба занятости населения отпраздновала свой 30-летний юбилей. Она была создана одной из первых в Новой России, наряду с налоговой службой. Те, кто стоял у истоков работы, говорят, было сложно, но интересно. Сложно всегда. В принципе, сложно всегда. Нам досталось то, что, в принципе, мы уже с нуля начинали. В первую очередь изучали закон о занятости. Далее нужно было найти помещение, нужно было оснастить. Таких технологий, как сейчас, еще ведь тогда не было. Современная служба – абсолютно самостоятельная и востребованная организация. Ежегодно десятки тысяч людей устраивают свои судьбы благодаря работе службы занятости. Организация имеет ведомственные и общероссийские награды. 30-летие – повод наградить лучших. 3-4 награды на 30-летие – это, конечно, очень мало. Поэтому мы постарались, особенно после 20-го пандемии года, людям сказать спасибо, потому что это очень заслуженно. И служба занятости действительно выдержала, действительно смогла это преодолеть. И вообще мы очень гордимся тем, что еще осенью мы там были где-то 11-12-х. Мы занимали там одно из последних мест, а сегодня мы в тройке лидеров. Выходу в лидеры способствовала профессиональная работа людей, влюбленных в профессию. Для особо талантливых проводятся ведомственные конкурсы. Конкурс «Лучший сотрудник» выиграла Екатерина Егоркина. Она работает в службе уже 7 лет. Нам удалось поговорить с лучшим сотрудником на рабочем месте. По условиям конкурса она должна была написать работу, помогающую развитию службы. Тема моей работы была совершенствование службы занятости и актуальность онлайн-заимодействия с клиентами. Мы проходили тестирование. Потом мы представляли свою презентацию. И самое интересное, это были ответы на вопросы членов комиссии. Екатерина со всеми заданиями справилась, и теперь она лучшая. За 30 лет существования в службу обратились без малого полтора миллиона человек. Трудоустроились около 800 тысяч. Обучились порядка 68 тысяч. Награды отличившимся работникам службы занятости вручил в Рио губернатора Алексей Русских. Коллектив «Улправды.ТВ» поздравляет службу занятости с юбилеем и желает им дальнейших успехов в их нужном обществу деле. Павел Половов, Герман Баранов, «Улправда.ТВ». Продолжение следует...